И борьба с памятью, памятниками истории странах Евросоюза продолжается. Негодование вызвал акт вандализма. Он был совершен 11 мая в Гданьске. На могилах погибших при освобождении города воинов Красной Армии злоумышленники вырвали или повредили 20 звезд с памятником советским солдатам-освободителям. Характер этой выходки не оставляет сомнений. Глумление над памятью погибших прочно вошло в арсенал польских политических провокаторов. Произошедший отнюдь не случайный инцидент. Это часть осознанной кампании официальной Варшавы по надругательству над всем, что свято для народов России и не только России. Всех тех, кто сражался с коричневой чумой. Регулярные известия о преступных и аморальных выходках в отношении советского военно-мемориального наследия на территории Польши уже давно стали обыденностью, свидетельствуя о развязанной властями разнузданной русофобской кампании. Недавно в своей ненависти ко всему русскому публично признался премьер-министр Польши Моровецкий. Получается, он что, раскрыл суть политики Варшавы в отношении нашей страны или это его частное мнение? Можно с уверенностью сказать, что Варшава, пренебрегая всеми нормами морали и международного права, встала на путь государственного вандализма в отношении памяти погибших советских воинов, которые спасли Польшу, напомню, от фашистского уничтожения. Хотела бы еще раз напомнить беснующимся русофобам. Правду о победе своими варварскими акциями и грязным мародерством вам вытравить не удастся. Мы этого сделать не позволим.